Итак, добрый день. Здравствуйте всем, дорогие зрители, дорогие подписчики данного канала. А вот сегодня я бы хотела вам рассказать про приложение, которое называется Blind Droid Wallet. Пишите по-английскому, пишите в Play Market. Blind Droid Wallet. Легко можно найти в Play Market. И сегодня мы поговорим, как с помощью одного телефона, одного обычного телефона определять деньги. Хоть это у вас Sony, хоть это у вас смартфон. Даже есть такая программа, которая установится на кнопочных телефонах. Там на Nokia, ну, Nokia E52, Nokia C5. Ну, он называется Blind Wallet Nokia, он называется. Но эту программу я не знаю. А вот у меня под андроидом работает тут сенсорным. Я его переместил на свой рабочий стол, чтобы легко найти. И специально вот приходят такие смс-сообщения. Специально я его на нижний край поставил. Вот на нижний край слева на экрана. Ну, вот сейчас выхожу на свой главный экран. И давайте-ка сейчас осмотрим все его настройки. Blind Droid Wallet. Всё, вот. Войс ассистент говорит, что Blind Droid Wallet. Два раза. Blind Droid Wallet. Коснёмся. Вспышка отключена. Blind Droid Wallet. Так, вот мы зашли. У нас спешка отключена. Есть спешка. Включайте камеру, ваш телефон будет светиться. Ну, вот давайте. Вот этот элемент, который Voice Assistant фокусирует, этот элемент вообще не озвучивается. Это для фокусировки. Фокусировка 3 точка. Он фокусирует, типа, если мы на эту кнопку нажмём и удерживаем, то у нас включается спешка. Вот, спешка включена. Спешка картина. Ну, давайте-ка сейчас выключим спешку. Длинное нажатие. А можно и таким жестом выключить спешку, что двумя пальцами вверх. Это в толпыке. А Voice Assistant фокусировка 3 точка. Не получается вам. Сейчас. Не, не получается. Ещё есть такая кнопочка. Высматриваю российские рубли 3 точка. Так вот, высматриваю российские рубли. Он сейчас у меня назначен на российских рублей. Давайте, прежде чем начать, я вам расскажу о функции BlindRoidWallet. Есть и такие приложения, которые определитель купюр. А BlindRoidWallet, он сотны тысяч валют определяет. Это доллары, США, евро, там, ну, Башкирия, Турция. Но любые валюты он определяет. Ну, давайте посмотрим настройки. И купюры безошибочно определяет. Вот эта кнопочка, которая была восьмом трюбе русских и российских рублей. Это кнопка. Вот это нажимаем и попадаем в настройки BlindRoidWallet. А вот, как услышали, как услышали, BlindRoidWallet настройки. Если мой ассистент тише говорит, то я прошу прощения. Так. Сверху у нас есть такой заголовок. Ваши валюты основные. Вот основные. И на верхней экрана есть такой. Так, вот. Ваша валюта российские рубли. Необходимо в BlindRoidWallet. В последних обновлениях рекомендовается, что отдельно скачать российские рубли. Вот, откроем. Так, вот. Такой пункт открылся. Пожалуйста, выберите вашу валюту. Это приложение специально разработано для незрячих пользователей Android. Доступно от Android 4.4. Вот заголовок. Так. Вот. Есть автоматический. Где бы вы ни находились, по вашим киотанным GPS-ам он вас найдет и определяет ту валюту, которую вы используете. Так вот, можно евро. Это все по умолчанию. Российские рубли. Вот у меня стоят российские рубли. Доллар США. Ну, давайте-ка выходим. Еще можно загрузить дополнительные валюты. Вот, смотрите. Вот так. Так вот. Добавить модуль и валют из Google Play. Вот, смотрите. Это значит, с Play Market отдельно скатит валюты. Для этого приложение. Ну, давайте-ка откроем этот пункт. Очень круто. Был Android Wallet. Модуль валют. Вот. Аргентинский. Вот. Азербайджанский. Азербайджанский монаты. Ну, вот так как-то. Бенди Бронийские доллары. Вот. Бронис Бенди Бронийские доллары. Ну, вы тут так. Вообще. Вот. Белорусский. Вообще, на всем мире можно выбрать. Вот, например, я выбираю белорусский валют дополнительный. Так. У меня открывается уже вот Бландроид валют Бэр. Потому что я выбрал белорусский. И можно скачать. Но я этого не буду. Давайте-ка вернемся к основным настройкам Блайндроид валют. Так. Так. Так вот. Настройка фокусировки камеры. Чтобы фокусировался камера и АММИ, вот как я вам показал, на центре экрана есть такая неозвучимая кнопка, которая Voice Assistant которая Voice Assistant фокусируется на нем только звуками, только откликами. И его можно туда выбрать. Ну, давайте-ка посмотрим, как он. Вот. Пожалуйста, выберите режим фокусировки камеры. Мы выбираем. Автофокус, чтобы он сам автоматически фокусировка. Ну вот, мне удобна фокусировка по касанию дисплея. Кому как удобно. Вы можете выбрать тут автофокус. Вот, я выбрал автофокус, но мне автофокус не нравится. автофокус отмена кнопка отмена фокусировка по касанию дисплея. я оставлю фокусировку по касанию дисплея. Вы тут можете любые настройки, которые я показываю, можете применить. Так, это для слабовы видящих. Так, вы туда можете изменить портрет, но это для нас, для незрячих, не нужен, потому что мы пользователи скринрейдеров Talkback и Voice Assistant. Это нам не нужно. банкнот наименований нравится приложить повышен изменить ориентир. Так, озвучивать стороны банкнот флажок выбрана. Озвучивать стороны банкнот. Вы туда можете выбрать это или нет. Наименование сторон банкнот Averse и Reverse. Вот, у вас стоит по умолчанию наименование банкнот Averse и Reverse. Ну, любой вы, мои подписчики, вот незрячие, можете выбрать, например, сейчас покажу. Передняя и Задняя не выбрана. Вот, Передняя и Задняя не выбрана. Лицевая и Оборотная не выбрана. Вот, я, например, выберу лицевую и Оборотную. Это на ваш вкус. Какую сторону банкнота вы туда выберете, и такое будет озвучиваться. Вот. А вот теперь идет пункт Специальные возможности. Это для слабовидящих. А, ммм. Вот, информационное сообщение. Вы можете этот флажок отметить. Ммм, так, разок оснуться. Вот, я отмечу сезон. Ой, а я его вышлю, потому что мне не надо таких сообщений. Так, вот. Можете тут выбираться интенсивная речи. Так, вы можете тут выбрать язык. Давайте откроем. Выберите язык. У меня стоит по умолчанию язык системы. болгарский, арабский, русский, английский, английский, языки. Вот, казахский даже есть. Какой там у меня стоит язык. Так, сейчас. Ой, изничаян на персидский переключился. Язык системы я выбрал. звуковая тема звуковая тема номер один. А вот самое интересное, что вы в BluAndroid Wallet можете установить звуковую тему. Откроем этот фонд. У меня стоит номер один. Можете сделать без звука, когда денежная купюра определяется, то есть BluAndroid Wallet не будет так делать. Вот, смотрите. тема номер один выбрана звуковая тема номер два. Вот, номер два, давайте посмотрим. Все, вот я выбрал и вернемся вот. Вот, слышали? И так будет. Ну, кому как? Вот, вы можете выбрать любую тему. Это будет так вот. звуковая я и вот я выбираю звуковую тему номер один. Не знаю, как вы, какой вы выберете звуковую тему, но я выбираю номер один. Все. И тут дальше у нас идет справка, полезные советы, и там сообщит о проблеме, о проблеме. Ну, вот смотрите, кому как. Вы можете выбрать любую тему, например, звуковая тема 2, звуковая тема 3. Это на ваш вкус. Я тут никого не заставляю, я только обзоры показываю. Я прошу прощения, что недельку уже в видео обзорах не вышло, потому что я решил чуть-чуть отдохнуть, а потом продолжать. Всем до свидания, всем приятного рассмотра. С вами был опять ваш Тифло, YouTube блогер технология для незрячих. Всем до свидания, желаю вам приятного рассмотра и удачи. Удачи!